Ева, всем привет! Сегодня я хочу вам показать великолепнейший бой на Алл-Рейне 40 тонн. В этом бою я обновил свой рекорд по фарму. Никогда еще я не получал столько серебра за бой, даже играя с елкой на Новый год и дающий 50% бонус кредитам. Здесь елки, естественно, уже не было, но тем не менее рекорд по кредитам я установил и почти обновил рекорд по опыту на аккаунте, который держится у меня с 13-го, по-моему, года. В общем, смотрите, до конца бой достойный, можно сказать, достойнейший, и по традиции в конце все самое интересное. Ну, а начало я начинаю с элементарной поездки на угол, ну, на вот этот угол. Валю два дерева, чтобы они давали мне кое-какую маскировку и готовлюсь уже отстреливать. И даже начинаю уже это делать, как вдруг совершенно неожиданно ловлю лампочку. И самое время бы мне откатиться назад. Понимаю, 34-ка сводится и, скорее всего, по мне попадет, поэтому я уже готовлюсь принять от него дамаг, но в ответ полностью свестись и дать урон по нему. К счастью, 34-ка промахивается, у меня же два снаряда залетают. И, в принципе, такой размен, конечно, стоит признать удовлетворительным, потому что я, с учетом того, что я здесь засветился, и светился достаточно долго, но противники как-то проигнорировали наличие здесь Лоррейна на углу, не ожидали, видимо, они меня здесь увидеть. Хотя эта позиция, ну, уже очень популярна, достаточно она стандартная. Я здесь сам часто зацеливаю танки, которые на углу стоят, даже кидаю блайнды. Бывает. Но противники как-то меня проигнорировали, и в итоге удалось 900 урона бесплатно накидать. Здесь я сотрю миллион кустов перед дружкой, и я готовился отдать барабан по чужому засвету через непрозрачные кусты по ней, но каким-то образом все-таки она меня высветила, и, соответственно, поймав лампу, сразу откатился назад. В чем главная особенность игры на Лоррейне? В том, что вам нужно играть супераккуратно, потому что танк картонный, брони нет совсем, он большой, по нему очень легко попасть, но при этом у него опаснейший барабан, великолепный обзор, маскировка и динамика, соответственно, если вы заследили, сразу откатывайтесь, не пытайтесь там отстрелять весь барабан. Вот. Остаюсь на углу дома, пробую зацелить какие-то тяжики, потому что ближе подъезжать опасно, здесь где-то стоит ружка, вот ее засвечивают союзники, я пробую снова через непрозрачные кусты по ней пострелять, полностью свожусь, она здесь мансует, ловлю ее в прицеле, и снова она меня засвечивает. Вторым выстрелом не попадая, вижу, что она убегает, и желательно было бы попробовать ее добрать. Кидаю с вертухи, потому что нет времени сводиться, вертуха залетает, но, к сожалению, последний снаряд не заходит. Вторая особенность игры на Лоррейне, помимо того, что там, если вы поймали лампу, нужно сразу откатываться назад, ну и вообще в целом играть крайне-крайне-крайне аккуратно, это вторая особенность, это желательно сводиться полностью. Стабилизация и сведение у Лоррейна не сказать, что бы плохие, но не сказать, что бы хорошие, то есть они средние. Желательно по возможности сводиться полностью, если такой возможности нет, то, конечно, тогда уже стоит кидать с вертухи, не досвидясь. Оставив себя на этой позиции и анализирую ситуацию. Сейчас в этом бою начнет меняться драматически, просто драматически, в пользу противника. Счет сейчас станет 1-5. Что я вижу по миникарте, то, что, в принципе, пока мне нет возможности зайти кому-то в борт или со спины из инвиза накидать барабан. Был у меня соблазн упороться на центр на Т-71, попробую там ружку забрать, но я анализирую ситуацию. Во-первых, арта с квадрата А9 будет меня туда закидывать на центре. Во-вторых, там при Т-59 фуловый и забьет меня. Соответственно, я принимаю решение, пока ничего не делать, чуть-чуть подождать. Анализирую ситуацию. Пока я все это делаю, счет становится 1-5. Это пока что только цветочки, ягодки будут впереди. Вижу, что противники здесь начинают продавливать. Т-59 меня сейчас, скорее всего, может зарентгенить. Соответственно, я отсюда откатываюсь и откатываюсь чуть подальше. Здесь ружка опять засветилась, я сначала хотел ее зацелить, но понимаю, что зацелить ее уже не удастся. Откатываюсь на позицию, с которой можно будет поработать по Тайпу-59 за вот этот угол. Как вдруг засвечивается бача от 12 тонн фуловый. Конечно, он 8 уровня, а не 10, но тем не менее, все равно для меня опасный танк. Он меня будет пробивать каждым выстрелом, скорее всего. Соответственно, желательно мне его подловить. Желательно его не напугать. Здесь я готовился, что он выйдет отдавать... 3-8 счет, кстати. Выйдет отдавать барабан 3-9 по Т-25 пополам. Ну и я, соответственно, постараюсь по нему отдать барабан. Я стараюсь не светиться, чтобы его не напугать, чтобы он выехал полностью. И у меня была возможность полностью по нему откидать барабан. Удачно сажу вторым выстрелом на каток. И уже на катке добиваю достаточно опасный танк. Как только я это делаю, союзники продолжают заканчиваться. Счет становится 5-11. Но при этом, что мы видим? Мы видим, что у противника осталось достаточно много шотных танков. Если сейчас союзники, либо я, какие-то шотные танки подобирают, то ситуация потихоньку выровняется. Я жду перезарядки барабана полностью, потому что если я выйду на Тайпа недозаряженном, я получу от него там одну плюшку, и пока буду дозаряжаться вторую. Соответственно, я просто терпеливо жду зарядки барабана. Она подходит, и я выдвигаюсь в сторону Тайпа, как вдруг ловлю лампу. Я сначала не сообразил, кто, откуда, как меня вообще мог высветить. Сейчас уже после боя, я повторно еще реплей просматривал, я понял, что это Т-25 пополам, который вот заехал. Как он меня высветил? Он, скорее всего, проехал через квадрат А1А2, и через те квадраты, там же был кустик, в котором Батчат-12 заезжал, скорее всего, он меня и высветил. Нужно его добирать, получать еще одну плюшку придется, к сожалению. Теряю хитпойнты. Один снаряд в барабане, вижу, что встретится Тайп, но решаю не рисковаться одним снарядом и поставить перезарядку, и опять же терпеливо подождать этой самой перезарядки. Счет с 5-11 потихоньку подравнивается до 7-11. Сейчас удастся еще пару столов минусануть, и ненадолго будет казаться, что вообще ситуация-то практически идеальна, потому что, смотрите, у нас там Т-95 вроде как в фуллоу держит противников, и рядом с ним прикрывает, рядом со мной КВ-4. Вроде как самое время поехать добирать стволы, и именно этим я собрался заняться, поехать на Тайпу-59, попробовать его добрать. Но, во-первых, я его здесь не высвечиваю близко, во-вторых, светится Т-30, который зашел в спину нашему Т-95. Это очень неприятная ситуация, потому что, естественно, в этой ситуации Т-95 долго не проживет. Попробовать нужно добрать Т-30, Тайп-59 светится. Максимально, сколько времени было, я свелся, но дальше он уже выходил за дом, соответственно, с такой полувертухи я кинул, но не попал. Т-30 тем временем добрали, а здесь у нас сейчас будет приятный, приятнейший момент в виде шведской львицы, опаснейшая шведская ПТшка, в скобочках нет, которая по мне промахивается. Опа! А он отстрелялся! Он отстрелялся! Дай-ка я его зацелю! Что? А почему он так быстро стреляет? О, сколько нам открытий чудных готовит этот рандом еще, да? Шведская львица на ПТшке. Как это? Какого там он уровня был? Седьмого или шестого? В общем, судя по всему, шведская эта ПТшка еще не знала о том, что в игре есть барабанные танки, либо она не знала о том, что Лоррейн имеет барабан на четыре снаряды. В общем, сложно рассуждать, о чем знала она, о чем нет. О чем точно можно уверенно рассуждать. И то, что досталось, она мне бесплатно, без размена. А здесь сейчас каждая пулечка на вес золота. Подъехал я к углу чекнуть, не прокатывается ли артиллерия по полю, потому что артиллерия у них быстрая, Бачат и Лоррейн. Соответственно, да, ну арта не засветила, соответственно, я врываюсь на Тайпа 59, где-то здесь он был. Максимально пробую доцвестись, чтобы попробовать бесплатно по нему стрельнуть. И, к счастью, вертуха заходит, не успеваю я получить от него урон и здесь отсвечиваюсь. Так вот, возвращаясь, зачем я подъехал к углу, попробовать засветить арту, потому что арта у них быстрая, прострелов у них особо нет, им должно быть скучно, они должны начать переезжать. Но с угла я ее не высветил, а высветил с центра. Счет 10-13. И если бы я сейчас арту не подстрелил, то можно было бы мне, с одной стороны, покуситься на медаль Колобанова, потому что последний КВ-4 каким-то образом умирает. Ну, каким образом? Охо фугасами его простреливает. Ис, наверное, тоже фугасами стреляет, а Супер Першинг, скорее всего, голдой в лючок пробивает. Пробую я, ну, точнее, не пробую, а анализирую ситуацию. Думаю, как бы мне, что лучше сделать, попробовать как-то спасти КВ-4. Но я вижу, что у него там буквально 200-300 хитпоинтов осталось. Пока я к нему буду подъезжать, он, скорее всего, закончится. Плюс по стволам по миникарте я видел, что хона меня развернулся. Тем не менее, последнюю такую отчаянную попытку я сделал как-то его спасти. Сделал такой небольшой кружок. Пока я его делал, высветил вторую артиллерию, которая бежит, сломя голову. Мне остается просто ее зацелить, свестись полностью. И еще и суперудачный выстрел с постановкой на котов. Один хп я ему оставляю, но это не проблема. Скидываю барабан, заряжаю голду, потому что сейчас нужно тащить. И потому что, о-хо, только голдлой в лоб я его более-менее стабильно пробиваю. Плюс С-3 мне тоже достаточно нестабильно буду пробивать ББшками простыми. Поэтому, соответственно, КДшу голду. Отсвечиваюсь. Ну и пробую по С-3 поработать, пользуясь преимуществом своим в обзоре. Но вижу, что он стоит за трупом. Никак по нему поработать я не смогу. Соответственно, я меняю позицию, ожидая, что сейчас у нас кто-нибудь из противников встанет на захват. Что, собственно говоря, и происходит. И мне желательно подъехать к сбитию захвата с максимально неожиданной стороны. Максимально неожиданная сторона, она находится вот как раз со стороны зеленки, так сказать. Причем со стороны, можно сказать, дальней зеленки. То есть, с квадрата С-1 я планирую заезжать на сбитие базы с максимально неожиданной стороны. Чтобы воспользоваться эффектом внезапности. Второй захватчик встает на захват. Я молюсь, чтобы это был не О-Хо. Ну, О-Хо вообще должен по-хорошему погнаться за мной. Потому что я светился недалеко от него, когда убивал артиллерию. На это вся надежда. Ну и надежда на то, что сработает эффект внезапности. В общем, смотрите, остается 20 секунд до захвата. Стараюсь на всякий случай ничего не ломать. Подъезжаю, не вижу противников. Где же они? Два противника, 10 секунд до захвата. Ага, шотный исп. Желательно по возможности его добрать без потерь. Происходит это. Першин, по мне, не попадает в святушки. И в итоге я бесплатно минусую двух захватчиков на базе. Фух, 6500 урона, 8 фрагов. И почти, почти затащенный бой. Еще его тащить и тащить. В это время мозг начинает судорожно соображать, судорожно искать ответы. Как же попробовать победить вот этого фугасного монстра на О-Хо? Ну, на самом деле, не то, чтобы прям уж судорожно. Здесь ответ, конечно же, должен быть очевиден. Потому что преимущество у Рейна, оно в обзоре незаметности и динамики. Соответственно, желательно попробовать О-Хо высветить. Высветить его можно вот с этих кустов. Пока что непонятно, остался он на базе. Ищет меня на базе. Либо он поехал через центр на нашу базу. Соответственно, я пробую максимально кустами укрыться со всех сторон. Засвечивается О-Хо. И О-Хо, очевидно, прокачал лампочку. Прокачал лампочку. Лампочка загорелась. И он сразу закатился назад. Не хочу я по нему кидать свертухи. Хотя, на самом деле, можно было кинуть. Но даже не то, чтобы свертухи. Здесь почти полное сведение было. Просто я боялся засветиться и поймать от него плюху в ответ. Ну и еще и напугать его. То есть я не знал до конца, прокачана у него лампочка или не прокачана. Вдруг он сейчас поедет, прям в чистое поле выйдет. Чтобы дать ему возможность ошибиться и выехать в чистое поле. Но, однако, лампочка, очевидно, у него прокачана. И в чистое поле он выезжать не собирается. Здесь я сначала подумал, что время еще есть. Вроде как 3 минуты. Можно попробовать еще раз дать противнику ошибиться. Но, на самом деле, время 3 минуты. А толку, скорее всего, ОХО будет ждать меня в районе базы. И, соответственно, мне надо рисковать. В чем заключается здесь риск? То, что ОХО может меня, во-первых, фугасом ваншотнуть. Во-вторых, он может меня фугасом поджечь. В-третьих, он может мне фугасом выбить буквально всех троих членов экипажа. Ну и в-четвертых, просто там, допустим, выбить 500 хп и там сломать наводчика. Не приводы наводки, а что-то. А, орудия выбить, допустим. Ну, в общем, сломать весь танк, так что мне будет по нему тяжело стрелять. Но есть и хорошая новость. Во-первых, я могу ему попробовать зайти с неожиданной стороны, рискнуть. Здесь не совсем понятно, то ли он остался в этой низинке стоять, то ли он поехал дальше направо. Поэтому я так вот на полном ходу не врываюсь, а пробую отыграть, ну, аккуратно. То есть понятно, что я теряю эффект внезапности, но зато и он меня в борт не прострелит. Потому что если я выйду на него лбом, то лбом у меня будет возможность танкануть фугас, то что он мне кинет по мне с пробитием. Поэтому я справа так вот выезжаю от Чекал. Сначала вдруг он справа окажется, тогда бы я бы сразу начал закатываться назад, чтобы он мне не прострелил в борт. Но он остается стоять в этой низинке. И, соответственно, что мне можно попробовать сделать? Если я попробую отсветиться, откатиться назад, мне это сделать не получится. Он просто элементарно выйдет на меня. Мне здесь не успею откатиться за угол. Соответственно, что можно еще сделать? Нужно надеяться на удачу, на то, что он меня не пробьет в башню фугасом. Ну, какой-то урон он мне нанесет, но не сваншотит, не подожгет и так далее. Ну, либо просто промажет. И, соответственно, времени остается минута. Понимаю, я сначала пробую еще раз как-нибудь его развести, зайти ему со спины, но он сразу на меня орудия наводит. Если я вот так вот на него со спины попробую выпрыгнуть, хоть он мне просто в борт сделает ваншот или кинется поджогом. Соответственно, пробую я от башни. От башни аккуратно накидывать. Вот он откадешился. К сожалению, я его не пробил. Забыл. Я забыл, что я его не пробил. И надеялся, что у меня есть еще один снаряд. И тут я понимаю, что у меня снарядов-то больше нет, а хп у него еще есть. И мне нужно от него быстро и стремительно убегать. И вот сейчас самая вишенка на торте в этом бою. Самая вишенка. Как вот сделать? Как вот сделать, чтобы гарантированно выйти к нему или со спины, или чтобы иметь право первого выстрела? Потому что, если я выйду на него в лоб, я уже не танканую его. Фугас в любом случае это будет ваншот. 200 хп, 100% он меня фугасом заберет. Соответственно, что я делаю? Я его просто троллю с захватом. Я ему как бы выдаю свою позицию, с одной стороны, чтобы он на меня сам выехал. Но с другой стороны, здесь есть куст. И с помощью этого куста я имею право, во-первых, первого выстрела. А если бы этот первый выстрел не зашел, я сделал куст непрозрачным, у меня, скорее всего, было бы еще право второго выстрела. В общем, 7,480 урона на премиум танке 8 уровня. И 8 фрагов. 9 фрагов получается. Что это такое? Это 343 тысячи серебра грязными. Конечно, были включены плюшки резервы, были включены клановые плюшки. Итого получилось 343 как раз. Чистыми получилось 235 за вычетом снаряжения и боекомплекта. Кстати, ремонт совсем копейки стоит на Лорейне. И еще хочу обратить внимание на опыт. 2921 опыта с премиум я получил за этот бой. А рекорд на аккаунте у меня, по-моему, 3010 или 3030, что-то такое. Поставил я его на Чаффи, на Светляке, когда он еще был, по-моему, на пятом уровне, где-то в 13-м или 14-м году. Соответственно, почти я побил свой рекорд еще и по опыту на аккаунте. Вот такой бой. Надеюсь, он вам понравился. Мне он понравился, ну, просто... Просто нет слов после этого боя. Я еще минуты 2-3 сидел, просто наслаждался результатом, тем, как я отыграл. То есть, есть, конечно, у этой игры свои минусы-плюсы. Там какие-то союзники бывают неадекватные, какие-то противники бывают. Обидно, по-моему, как-то попадает. Но зато, когда вам удается сыграть вот такой вот великолепный бой, вы понимаете, что все было не зря. Миллион удовольствия получен. И еще бонусом серебро. Еще бонусом вагончик серебра. Если вам понравился бой, не забывайте, конечно же, ставить лайки и подписываться на канал. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok